Добрый день, друзья! Спешу пригласить вас на экскурсии по нашей северной столице, прекрасному городу Санкт-Петербургу. Они пешеходные и теплоходные, самые разные, но неизменно интеллигентные, содержательные и очень, очень интересные. Мы с вами отправимся в Андийский Петербург, революционный Петроград, плакатный Ленинград, поговорим о наших знаменитых городских котах, покушениях на императоров и государственных деятелей, о судьбе крейсера Аврора и Зимнего Дворца, обо всем, что будет вам интересно. На теплоходе или пешком, в выходные или в будни. Выбирайте маршруты, дату себе по душе и присоединяйтесь к нам. Все подробности по ссылочке в описании. Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Игур Яковлев. Это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях замечательный гость, которого мы долго зазывали, и, наконец-то, это свершилось. Владимир Дмитриевич Шильцев. Приветствую вас. Игур Николаевич, спасибо. Владимир Дмитриевич очень известный человек во всем мире, я бы сказал, потому что это один из главных популяризаторов русской науки и культуры в западном мире. Владимир Дмитриевич физик, живет в Соединенных Штатах Америки. Ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что если среднестатистический американец решит загуглить имя Михаила Васильевича Ломоносова, то он немедленно наткнется на целую россыпь англоязычных статей Владимира Дмитриевича о нашем великом ученом, просветителе, физике, химике, поэте и так далее. Да. Как так получилось? Ну, да, история долгая. Значит, в советское время ученые общались много больше по разным темам. И, в частности, историки науки, советские и американские, ну, вообще западные, общались, надо сказать, довольно-таки неплохо. Переводные книги, например, из России, поступали издательство «Мир» было. Вот, а переводились, следили люди за этим. Но это все стало прекращаться примерно в 80-е годы. 90-е, там, просто, так сказать, поток информации с нашей стороны иссяк. А люди, которые занимались Ломоносовым, продолжают до сих пор заниматься Ломоносовым, так сказать, на Западе, они в основном занимались его поэтикой. То есть, Ломоносов как поэт и как историк. Это было легче обсуждать и исследовать, чем Ломоносов как ученый, например. Вот, да, и вот буквально выжженное поле. То есть, я приехал в Америку в 96-м году, вот, и, ну, понял, что никто ничего не знает. Вот, так сказать, слово «Ломоносов», ну, давайте, скажем так, в 2011 году мы праздновали всем мировым сообществом 300-летний юбилей Михаила Васильевича Ломоносова. Я проводил семинары, лекции в разных учреждениях. Начал со своего, так сказать, своя национальная лаборатория имени Ферми. Вот, большой зал, там человек 200 собралось. Давайте уточним, где она на поле. Она под Чикаго, вот, хотя в пригороде Чикаго. Там находился самый большой ускоритель в мире на тот момент, и я был его директором. Назывался он Теватрон. Вот, и только в 2012 году этот наш Теватрон был превзойден большим адронным коллайдером. То есть я сам специалист по физике элементарных частиц и больших ускорителей. Вот, работал над самым большим ускорителем мира. Так получилось, что почти, ну, скажем так, я участвовал в работе разработки ускорителя, строящегося под Серпухом, большой серпухой ускоритель, 21 километр длиной. Вот, если бы он был построен, он бы превзошел большой адронный коллайдер. Но он не был построен из-за того, что финансирование кончилось с развалом Советского Союза в 1991 году. Потом я принимал участие в разработке ускорителя под названием «Супер коллайдер» в Техасе. Вот, это 87 километров длиной. И вот, и построив 27 километров, проект был закрыт. Вот, после того, как истрачено было 2 миллиарда, вот еще миллиард на то, чтобы закрыть. После этого я участвовал, был руководителем самого крупного ускорителя в Америке и в мире на тот момент под названием Теватрон. Я был директором ускорителя в течение 7 лет. Вот, ну, и после того, как Пальма первенства перешла к другому большому ускорителю, 27-километровому большому адронному коллайдеру в Швейцарии, вот, уже с американской стороны я принимал активнейшее участие в постройке и запуске этого ускорителя уже в Швейцарии. Он до сих пор работает успешно, там, производит огромное количество новых результатов, там, 300 статей в год, вот, о новых частицах, о новом понимании, как устроены, так сказать, элементарные частицы. Вот, вот этим вот я всем занимаюсь. Вот, ну, и теперь, представляете, вот в такой, это большая комьюнити, то есть большое количество людей этим занимается, ученых. Вот, время от времени общаемся, естественно, не только о том, что происходит, вот, так сказать, в нашем, так сказать, лаборатории, но и соседние люди культурные и интересные. Вот, ну, и, соответственно, 300 лет дата. А тут дата, вот. Ну, и, значит, что произошло? Я сразу потом скажу, что, вот, вы упомянули, что если сейчас набрать Google, то, скорее всего, выскочит мое имя, но только потому, что вот на 300-летие самый главный наш физический журнал всех физиков, ну, Америки и мира, скорее всего, под названием Physics Today обратились ко мне, вот, Владимир, пожалуйста, вы не могли бы нам написать статью про Ломоносова? Вот. Ну, то есть, инициатива от редакции исходила, и какой-то интерес был. Но им подсказали, что вот есть такой человек, который может написать. Нет, 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 но им подсказали, что есть человек, который может написать. Но идея написать о Ломоносове пришла им без подсказки. Да, да, ну, нет. Им подсказали, что 300 лет грядет, ЮНЕСКО будет праздновать. А это физик. Оказалось, что Ломоносов, он не только, так сказать, там, поэт, значит, и историк, вот, и основатель Московского университета. Ну, у него там вполне крупные достижения в естествознании, в том числе, там, физика, химия, вот, и создатель открытия атмосфер Венеры, вот, создатель вертолета, вот, и так далее. То есть, какие-то слухи доходили, вот, еще, потому что те люди, которые помнят обмен, так сказать, между советскими историками науки и так далее, то есть, культурные люди, они помнят, что, да, такой человек есть, но никто уже ничего не знает, надо, чтобы кто-то опять рассказал. Вот, ну, в результате появилась действительно эта статья, она самая, действительно, цитируемая сейчас, потому что это, ну, самый большой журнал, хорошо подготовлена статья. Статья потребовала огромное количество усилий, вот, в основном, там, с моей стороны, потому что метод подачи материала для западной аудитории, он вполне такой специфичный, что они знают, как дойти... В чем специфика? Ну, надо, чтобы это было интересно. Например, почти, если вы будете читать почти все, значит, в отличие от, ну, нашей простой, то есть, мы бы рассказали факты, и все, я бы им рассказал, что, да, вот, там, закон о сохранении вещества, атмосфера и прямо там молекулярная теория, вот, начал бы с такого, так не работает. Вот, для аудитории западной есть, можно сказать, прямо стандарт, как надо обращаться с вещами для широкой публики, надо начинать с примера. Соответственно, статья начинается, что, там, в 1730 году 19-летний молодой человек, так сказать, крестьянского происхождения, с каких-то дальних северов, взяв, так сказать, под мышку две книги, там, грамматика и арифметика, двинулся с обозом из Архангельска в Москву. И кто бы знал, я так своими словами передаю, кто бы знал, что из этого человека вырастет, так сказать, один из столпов европейского просвещения, отец русской науки, Михаил Васильевич Ломоносов. Вот, примерно, такое вступление. То есть, надо как-то зацепить человека, завести, чтобы человек почувствовал, что реальные примеры действуют на захватывание внимания намного лучше, чем если я прямо вот так вот в лоб, между специалистами это подойдет. Можно в лоб прямо начинать, рассказывать прямо. Ну, почему я считаю, что, там, неустойчиваясь, так сказать, в этом ускорителе, надо давить с помощью системы обратной связи, так называемой реактивной, а не резистивной. Вообще, без всякого вступления. Вот прямо начинаешь со специалистом говорить о резистивной. А тут надо подать что-то такое, чтобы почувствовали. И люди уже начинают прикладываться к себе. Ба, да я ведь тоже, я же там из Сибири вышел, вот, и как-то там добился таких результатов, пробился науки. Похоже, что мы с Михаилом Васильевичем одной крови. Другой линии из Сибири. А из чего, какого-то другого медведевого угла. Айдаха какого-нибудь. Потому что люди приезжают из таких углов, то, что смотришь, вот, там, наука наша, которой занимается, она международная очень. Вот, и, ну, откуда люди появляются в науке, ты там, иногда просто удивляешься. А как? В Саляске есть. Ух, откуда только нет. С Гавайев. Уж там зачем науке думать, казалось бы. Да, вот, и поехало, пошло, поехало, вот, так сказать. Ну, для того, чтобы подготовить эту статью, потребовалось большое количество, большое количество усилий. Но я бы так сказал, что поскольку сообщество все-таки научное, мы не обращаемся к совсем уж широкой публике, потому что это, они тоже будут, то, что изложено нормальным языком, вот, все, ну, эти научно-популярные статьи, вот, нормальные читают все, вот. Вот, но мы-то знаем, что, конечно, аудитория основная, это 55 тысяч читателей и членов Американского физического общества, которые там на разных континентах, вот они и читают в основном этот журнал, а остальные просто сетируют. Вот. Для ученых все-таки есть более стандартный способ передачи информации, но это называется публикация, вот. Ну, и публикация начинается с того, что их не так много, то есть даже просто переводов с статьей Михаила Васильевича не так много, потому что он не писал на английском, он писал либо на латыни, либо на русском, вот, на французский и немецкий. Ну, конечно, он знал там итальянский, греческий, он 16 языков, так сказать, более-менее вводил, вот. И к моменту, вот, когда вот смотришь на 2011 год, момент, вот, публикация-то с переводами была плоховато. Вот, была одна книга в 70-м году Генри Личестера, где он в основном там, сейчас скажу, 8, 7 или 8 статей по молекулярно-кинетической теории перевод. Генри Личестера, Николай Васильевич Ламангусов и корпус-кулярная теория. Да, потом в 2012 году Стив Роланд и Слава Королёв, представители геологического общества Америки, перевели одну из фундаментальнейших статей Михаила Васильевича, которую все пользуются, они знают, что она существует, это историка науки, это по геологии, о слоях земных. Это действительно, так сказать, одно из оснований современной геологической науки. Насколько я понял, я читал об этом, что вот это было вообще целое событие для геологического мира, потому что внезапно выяснилось, что русский ученый является одним из родоначальников. Правильно. Но сразу скажу, что ученые все-таки отличаются честностью, они все-таки не следуют политической моде или так далее, национальные расовые признаки по большому счету не принимают своего внимания. Поэтому если уж основатель или пионер, то пионер. Это признавалось всю жизнь, начиная с Галилея, приоритеты, значит, совершенно важно. Поэтому да, вот конкретно о слоях земных, это одно из основополагающих, так сказать, в геологии явлений и публикаций. Действительно, каждый, кто пишет историю геологии, должен это знать, и они знают. И вот Роланд и Слава Королев в 2012 году перевели, это довольно-таки 50 страниц текста, надо сказать. А вы знаете, что русский язык и латынский у Михаила Васильевича очень такой и тривиальный. Из другой области науки, например, ну, все мы знаем Курта Воннигута, писатель. У него брат был Бернард, который был физиком. Значит, он занимался теорией и практикой атмосферы, измерения, предсказания и прочее-прочее. Вот Бернард. И совершенно, скажите, неведомыми путями через музей Воннигута я нашел, что... Я сначала увидел, во-первых, что Бернард ссылался на работу Михаила Васильевича Ломоносова. Вот о явлениях электрических, о явлениях воздушных от электрической силы происходящих. Я удивился. И потом в этом музее Воннигутов нашелся перевод, который Воннигут заказал. Это действительно теория атмосферного электричества от 1953 года. Знаменитейшая статья Михаила Васильевича. И Бернард Воннигут просто заказал перевод. И после этого, так сказать, подправил этот перевод. Этот перевод, так сказать, какого получается? 1963 года. Перевод был сделан американским метеорологическим обществом для него. Он потом его переправлял и ссылался везде. Потому что вот эта идея о том, что электричество создается вертикальными потоками воздуха, это очень нетривиальная идея. И она реально... Вот так реально есть. Вот с этого пошла, можно сказать, современная метеорологическая наука. Так что, я не знаю, в силе знает или нет. Но механизмы, происходящие в облаках, и как происходит накопление электричества, разделение заряда механическими силами, разделяются заряды, положительный заряд в одну сторону, отрицательный в другую, и потом происходит молния. Это очень-очень сложная система. Вот. И Михаил Васильевич был первый, или минимум один из первых, который предложил конкретный механизм. Он, правда, называл это по-другому. Сейчас там есть такая специальная терминология группели, группели создаются, так сказать, полулед, полуснег, полувода. Вот в эти маленькие, так сказать, не скажу, шарики, системы водяного состояния, в них происходит разделение зарядов. Михаил Васильевич считал, что там маленькие жирные частички у него было написано. То есть, он тоже подозревал, что все происходит на микроскопическом уровне, вот разделение этих зарядов. Но любой историк электричества вот эту статью, ну, так же, как Бернард Ванегут цитирует, потому что они знают, что вот да, вот Михаил Васильевич... Я вижу там, я прошу прощения, это текст Ванегута, вот дальше у вас, на следующем слайде. Да, это текст Ванегута, да. Я тут мельком увидел, что он чрезвычайно сожалеет о том, что работа недоступна на английском языке. Вот, и поэтому-то они за это взялись, вот. Ну, значит, мой скромный вклад состоит в следующем, что, ну, посмотрев то, что существует, я понял, что надо начинать... Я не могу перевести все, полное собрание сочинений Ломоносова, это все-таки 10 томов, из них 4 по науке, вот. Но сам Михаил Васильевич в конце жизни сильно озаботился получением международного признания. Вот, и поскольку у него были высокие покровители, вот там граф Жувалов, вот и Воронцов, вот, он со всеми этими договорился, что вот, типа, ну, ездишь в Париж, ну, поговори с Французской академией наук, пусть меня изберут, ну, Воронцову просил, пусть меня изберут в академию наук, там, вот. А для того, чтобы у них, так сказать, легче было избирать, ну, граф попросил, это уже хорошо, вот. Но еще дай им книжку моих работ наиболее выдающихся. Он нас специально собрал 12, так называемых, конвалют, вот, то есть сборище уже опубликованных статей, вот, там находятся 9 статей, вот, которые сам Ломоносов отобрал, они уже опубликованы, там из них, там, большинство на латыни, потом есть на немецком, и есть на немецком, и на французском, вот. Ну, и вот этих конвалютов лично, можно сказать, переплетенных Михаилом Васильевичем, сделано было всего 12, рассылались в разные академии наук, там, в Шведскую, там, в Париж, я так подозреваю, что в немецкой академии, в Болонье, вот. Он был в итоге избран академиком Болонской и Шведской. Болонской и Шведской. Вот, так вот, в Болонской академии, я сам член этой же академии, что роднит меня с Михаилом Васильевичем, вот, и меня как члена академии, так сказать, допускают в архивы, я так хочу посмотреть на переписку, вот, Михаила Васильевича с академиком-секретарем, Болонской академикой, за нотти, вот, как раз идет о том, что, дорогой Михаил Васильевич, вот, спасибо, что вы нам прислали ваш замечательный том ваших работ, работы потрясающие, и по рекомендации графа Воронцова мы считаем, что было бы здорово, если вы присоединились к нашей академии, на что Михаил Васильевич сказал, что спасибо за доверие, да, вот, мы выставили диплом красивый, вот, вот, таких экземпляров всего 12, 12. 12 конвалютов, вот, один из них вот находится в Болоне, остальные я так более-менее отслежу, где они появляются, так вот, там 9 работ, вот, из этих 9 работ, которые сам Ломонос отбирал, переведена была одна, и то не очень хорошим образом, Личестером, вот, ну, и мне потребовалось 12 лет, ну, по вечерам, в основном, перевода, либо с русского на английский, либо с латыни на английский, ну, так сказать, и все они наконец переведены, вот, буквально в этом году я закончил перевод последний из этих 9 работ, это Оды Елизавете, от Оды Петру Первому, значит, вот, видите, там, о пользе химии, значит, о атмосферном электричестве, происхождение света, происхождение металлов от трясения Земли, вот, точность навигации, твердость и текучесть тел, и вот прохождение Венеры по диску Солнца, вот эти вот 9 статей, ну, это просто самый базовый фактический материал, и он на английском не был доступен вообще, вот, сейчас он доступен в открытом доступе, вот, физики имеют такое замечательное место под названием архив, пишется archive.org, вот, и там, вот, даже если я еще статью не опубликовал, вот, но я ее собираюсь опубликовать, уже можно ее туда посылать, это припринты или уже опубликованные статьи, если у вас там есть возможность, вот, и вот любой человек может просто зайти и набрать, вот, там, например, archive.org, там, Шильцев, Ломоносов, и вам вывалятся все вот эти вот 9 переводов, сделанные за последние 12 лет на английском языке, ну, каждый из них, вот, можете себе представить, это 50-60 страниц текста и там страниц 20 комментариев с объяснениями, что же там реально говорится, это тоже неважно, особенно по науке. Достойно глубоко уважения. Вот, ну, вот этим занимаешься. Просто и тогда у людей вот это уже можно о чем-то говорить, потому что с ученым начинаешь разговаривать, ну, как может обсуждать Ломоносова, там, физик американский, например, который вообще даже и слыхом не слыхивает. А сейчас у него там есть статья Physics Today, вот, есть вот это базовые материалы, так сказать, и каждый может взять и посмотреть, ну, есть уже о чем обсуждать. По крайней мере, фактический материал, и на этом можно строить свои там выводы. Это вот так вот в науке поступает, так мы и делаем. Есть книги, вот, но если в 60-е и 70-е годы этих книг было относительно много, ну, скажем так, я бы так сказал, после войны, там, 7 или 8 книг было про Ломоносова как ученого, то за последние 20-30 лет появилась только одна. Вот, профессор Стивен Уситало издал книжку The Invention Михаил Ломоносов, Russian National Myth, то есть, изобретение Михаила Ломоносова, в смысле, что Ломоносов – это изобретение. Да. Что он сам – это изобретение. Я читал эту книгу, мы с моей коллегой Ксенией Чепиковой ее буквально с карандашом в руки прочитали, и книга ужасная. Вот, Владимир Дмитриевич, мы с ним уже разговаривали, поддерживаем связь, разговаривали про эту книгу. Владимир Дмитриевич, как-то даже вот как-то очень мягко. Я спокойно отношусь. Я, знаете, в Америке, что нет... У меня только что пара с ушей не шел, когда я шел. Но она просто глупая. Извините, пожалуйста. Почему я спокойно отношусь? Там по двум причинам. Ну, одна из них там, что... There's no such thing as bad PR. Вот, так сказать. Это уже, по крайней мере, говорят. Вот, уже хорошо. Во-вторых, ну, вот так профессор Уситало видит. Ломоносова. Вот, у него там есть концепция, он ее как-то излагает. Естественно, там поддергиваются факты. Это концепция, придуманная господин Музитало, под которую он подверстывает факты. По мере сил. Но историки так не работают. Нет, он тут же подвергся критике. Тут же. Вот, так сказать, я писал там против него, так сказать, он объяснял, что не то, что против. Но давайте поясним, в чем концепция господина Музитало. Концепция заключается в том, что в России 18 века не было реального ученого, который был бы сопоставим. С Леонардо да Винчи, Ньютон, еще каким-то другим. И поэтому такого гения начали лепить из Михаила Васильевича Ломоносова. Искусственно. Искусственно, да. Это продукт государственной пропаганды, которая и в имперский, и в советский период поддерживала образ человека такого эпохи Возрождения, который и физик, и химик, и поэт, и историк, и неплохо реализовал себя в каждой сфере. Но в реальности он ничего из себя не представляет. При этом структура этой книги, она достаточно своеобразна. Потому что если господин Узитало выбрал такую концепцию, то он должен был бы взять хорошо известные открытия или изобретения Ломоносова, их развенчать. Написать, что Ломоносов вот этого не делал, атмосферу Венера не открывал, Московский университет, ну, во всяком случае, там никакого отношения к нему не имел, был вообще бездарем и так далее. Ничего этого нет. То есть он просто заявляет тезис некий, а дальше рассматривает, как образ Ломоносова формировался в разные годы в последующей литературе, в XIX веке, потом в советское время. И поскольку про Михаила Васильевича Ломоносова было написано и сказано достаточно много, что понятно, то, естественно, что можно надергать очень много цитат из разных выдающихся людей, от Александра Сергеевича Пушкина до академика Капицы. Но и Пушкин и Капицы говорили это не потому, что они хотели создать образ фейкового героя, а потому, что было о чем говорить, потому что, действительно, Ломоносов играл большую роль и продолжает играть в национальном самосознании русском. Но никакого, собственно, научного, а Уситал, он историк. Именно историк. Он не физик, не химик, не астроном. Он именно историк. И поэтому никакого, скажем так, естественно, научного анализа в этой книге нет. Это, в смысле, кто чего сказал и как. И как он сам себя промотировал, как он говорит. То есть, Ломоносов уже начинал с того, что он отстаивал свою позицию. Он считал, что он самый умный вообще в академии. Что было правда? Это было. И я бы отметил, что это свойственно было не только Ломоносову. Они же там дрались на кулаках, так сказать, время от времени. А еще Уситала с каким-то огромным пафосом ставят Ломоносову в вину, что, оказывается, у него были богатые, влиятельные покровители. Вылить в Российскую империю тот же Шувал и так далее. Что, в общем, является абсолютно нормальным для ученого 16-го, 18-го, 18-го века. На самом деле, ученые сами стремились найти себе покровитель. Луадье был настолько богат, что это не нужны были покровители. А вот Тихобраги, например, искал себе покровительство. О, Тихобраги потреблял, по-моему, чуть ли не полтора процента валового внутреннего продукта Дании. Ему королем было выделено. Это одно из самых крупных научных мероприятий вообще в истории, если брать от государственного бюджета. Это Тихобраги, знаете, целый город был построен. Да, конечно. Нет, это да. А расскажите про критику. Нет, вы правильно сказали. То есть, действительно, неправильное использование фактов, так сказать. Например, почему там выделяются слова, сказанные профессором Любимовым, которые, так сказать, никто даже не знает, кто такой профессор Любимов. Негативные, Алла Моносова. Они не то, что негативные, они критические. Ну, критические. Критические. Негатива особенного нет. Да, ну, типа просто не надо там преувеличивать, говорит Любимов. Ну, и что там, господи. Сейчас-то мы знаем, что все не так было, так сказать, молекулярно-кинетической теории он не придумал. Хотя, ну, не знаю, там, может быть, разные мнения. Вот вопрос, чье ты мнение выбираешь? Почему ты не выбираешь мнение академика Капицы, например? Или Вернацкого. Или Вернацкого, да. Ну, а уж тем более Миншуткина. Миншуткин был потрясающий химик. Он был крупнейший после... Он академиком тоже был. Крупнейший после Менделеева. И, то есть, мы-то знаем, что, так сказать, если бы рассматривать полностью, так сказать, отзывы естествоиспытателей, ученых, физиков и химиков, астрономов и так далее, ну, так там, все, кто понимает в вопросах, они высокого очень уровня, так сказать, отзыва делают. А ты подбираешь, дорогой профессор Уситал, другого типа. Ну, и вопрос типа, а где критерий? Почему я спокойно к этому отношусь? Во-первых, потому что к критике надо спокойнее всегда относиться. Это первый факт. Оно, может быть, в спорах рождается истина. Если уж так сильно плохо, напишите свою книгу. И вот относительно плохо составленного аргументации Уситала легко написать хорошую, хорошую. Просто никто еще не сделал. И сейчас, например, я лично, ну, уже, правда, который там, седьмой год, пишем с профессором Бобом Крисом книгу Алла Моносова. Это по главам издается. Вот там каждая глава, там, страница, там, 40. Ну, потихонечку, медленно. Боб Крис – это кто? Профессор Боб Крис – это профессор-историк науки. Это, значит, как это, декан факультета философии университета Стони Брук. Он был в Петербурге неоднократно, поскольку он занимался историей науки. В частности, история больших физических, химических, больших научных установок и лабораторий. Он, например, является, будучи профессором философии, является официальным историком Брухевенской национальной лаборатории, которая находится недалеко от Нью-Йорка и так далее. То есть, это некое явление в науке, потому что раньше этого не было. То, что берет ни с того ни с сего, государство вкладывает огромные деньги в строительство большой лаборатории, это фасилити, установки какие-то, которые никто в одиночку построить не может, только государство. Но, значит, как это все работает, какие там есть проблемы и прочее, прочее. Вот Боб Крис, так сказать, он сильно заинтересовался Ломоносовым. Под влиянием ваших статей, да. Там немножечко сложнее, потому что он много занимается разными историческими. У него 12 книг уже написано, он прекрасно пишет и знает всех издателей и имеет доступ к пониманию, как надо общаться, рассказывать интересно о науке, тем более об истории. В какой-то момент возник там такой сначала технический спор о, мог ли Ломоносов наблюдать атмосферу Венеры. Вот, мы сейчас дойдем. Мы до этого дойдем. Но потом быстро вышли на, кто такой Ломоносов, и Боб Крис, так сказать, один был из первых, к 300-летию там написал целую статью в главном европейском физическом журнале, Physics World, которую он хотел назвать типа того, что там действительно 300 лет Ломоносову, а редактор сказал, давайте сделаем какое-то особенное название, давайте напишем Михаил Ху, восклицательный знак, вопросительный знак, то есть, что за Михаил, потому что никто уже не помнит, кто такой Ломоносов. Статья, естественно, с таким броским заголовком сразу бросилась в глаза, и там получились отклики. Вот, с Бобом Крисом это уже у нас там практически 15 лет сотрудничества, вот, и мы дойдем до какого-то, в каком-то моменте о восстановлении химической лаборатории Ломоносова на Васильевском острове. Вот он один из активных, что называется, участников со стороны, вот, заинтересованных и, так сказать, излагает часто там мнение научного сообщества там западного о том, что действительно надо восстановить эту лабораторию. В конце концов, это же 275 лет, может быть, это реально первая национальная лаборатория вообще в мире, потому что национальная, то что правительствующий сенат, не какое-то частное предприятие или университет вложили деньги, правительствующий сенат одного крупного государства взял и построил, за свои там 1344 что ли рубля взял и построил национальную лабораторию, для обучения, ну, для исследований, для прикладных исследований и так далее. Это... Ртуть там была получена, да, в лабораторию? Значит... Точнее, доказано, что металл, что это металл. Значит, это уже... Это мороз к ртути. Дальше дойдем. Значит, сам Михаил Васильевич этой лабораторией руководил до 1752 года, а ртуть была открыта на 59-60-е годы. Вот. И поскольку в том момент на Большой морской 62 у Михаила Васильевича уже было огромное поместье со специальными экспериментальными, я бы сказал, зданиями, вот, одно из них, кстати, только для телескопов, вот, то, судя по всему, это было либо в кунст-камере полученном в физическом кабинете, либо вот в этом Большая морская 62, в этом поместье вот большом. Вот. И я не думаю, что... Потому что к тому моменту уже там началась ухудшаться ситуация с этой химической лабораторией, вот. Но там закон сохранения там вещества в химических реакциях, это там. Мозаика, это там, вот, обучение студентов, так сказать, о химии экспериментальному, вот, и физике, вот, это тоже там, там много чего было сделано, вот. Поэтому, ну, вот, возвращаясь к Ситала, да, вот, так сказать, ради бога, критика есть, тем более, что поскольку книга имеет, ну, совершенно явные огрехи, соответственно, нам, ученых, типа, ну, видишь огрех, ну, напиши, что это неправильно, вот, так сказать, есть о чем говорить, так сказать, поднимай. И, кстати, не первый раз, в следующем мы будем обсуждать атмосферу Венеры. Тоже началась с критики, потому что американские ученые, Пасачев и Шихан, сказали, да не может быть, без всяких аргументов вообще. Типа, мы считаем лично, поскольку мы такие выдающиеся астрономы, что атмосферу Атман Ломоносов не мог открыть. Точка. Там даже аргументов нет. У Ситаловича хоть какие-то аргументы, хоть плохенькие, а тут было просто сказано, типа, да не мог, это оптический обман. Ну, и когда это говорится в лицо людям, ну, я не сам большой специалист, но там много людей, которые там занимаются старинными телескопами, историей астрономии, они знают, что происходило и так далее. Ну, все просто пришли в шок. Вот. Ну, и как с этим бороться? Просто сказать, что, ну, ученые не говорят же друг по другу, что ты идиот. Можно сказать, но это не продуктивно. Не аргумент. Сделайте, вот раз есть критика, тем более необоснованная, ну, сделайте что-нибудь. Либо напишите книгу против этого Ситала, так сказать, с разбором и с правильным изложением, либо проведите эксперимент по подтверждению приоритета Ломоносова в открытии атмосферы Венера. Я считаю, что надо критику ценить. Вот. Поэтому... Владимир Ильич, если кто не знает, провел такой эксперимент и сказал, что такое открытие было у вас. А Ситала, вот, действительно, книжка вышла, но так, ну, боремся своими средствами. Вот я говорю, с профессором Крисом опубликовали уже 17 статей. Вот. Все на английском, естественно. Вот видите, статья называется «Михаил Ху». Кто такой Михаил? Вот. И про его детство, и про то, как атмосфера Венеры там в разных журналах, так сказать, и прочее, прочее, прочее. Вот. Но, как вы сами уже упомянули, самые культовые журналы, они самые видимые. Для нас это журнал «Физикс Тодей». И там вот вышла статья Михаила Ломоносова и «Рассвет русской науки». Там основное, что называется, рассказано. Это, в некотором смысле, канон, как в английском научном сознании воспринимается Ломоносов, задан вот такой. Ну, это там 14-страничная статья. Ну, да. В этом смысле, кто-то хочет спорить, ради бога, обращайтесь к профессору Шильцеву, поспорьтесь с ним. Вот. Статьи-то рецензируемые, вот, так сказать, все прошло, так сказать, многократную там обкатку, и там аргументы изложены. Вот. В отличие от книги, которая нелицензируемая. Книга была написана, я считаю, на основании его, собственно, так сказать, мастерс-диссертейшн или PHD-диссертейшн. То есть, это диссертация, там, кандидация, там, внутренние три профессора прочитали и выпустили. Статьи в таких журналах читаются, там, редакционные коллеги, приглашенными экспертами, там, штук пять. После этого еще каждое слово правит специальный грамматический редактор. То есть, там от моего английского только скелет, то, что написано действительно хорошим английским языком. Нет, это очень предстатьи высокого уровня, там, без дураков. И вот, возвращаемся к этой атмосфере Венеры. Давайте, короче, эту предысторию. Давайте. Что мы до определенного момента знали об открытии Луман. Да. Да. Вот, как... А, нет, предыстория была простейшая... Как считалось, что Ломоносов открыл атмосферу Венера? В каких обстоятельствах это произошло? В 1761 году при прохождении, при наблюдении редчайшего астрономического явления, прохождении Венеры по диску Солнца, вот это выглядит, как черная точка, идет по диску Солнца, это занимает, там, пять-шесть часов. Вот. Все астрономы мира, естественно, были, у кого более-менее приличный телескоп, все были нацелены. Более того, там была международная коллаборация, создана с центром во Франции, вот, чтобы, так сказать, обмениваться результатами, и на основании этого вычислить, наконец, расстояние, точно вычислить расстояние между Землей и Солнцем. Потому что, зная, что Венера находится между Землей и Солнцем, вот, и зная, сколько времени занимается прохождение, прохождение вот этого черной точки Венеры по диску Солнца в разных местах, измеренной в разных местах Земли, можно относительно простым математическим, так сказать, вычислениям определить, сколько же миллионов километров между нами и Солнцем. Это была первая попытка хорошо это определить. Мы знаем, что сейчас 150 миллионов километров, вот, тогда они вычислили, у них получилось там, насколько же они ошиблись, и они ошиблись тогда после всех-всех этих коллаборационных измерений, а 6 процентов, так сказать, на 15 ошиблись, что очень много, честно говоря, в первый раз. Но это редчайшее явление было использовано для... Я уточню, что прохождение Венера по диску Солнца наблюдали самые разные астрономы в самых разных странах мира. В первый раз, когда все астрономы, так сказать, на это собрались, это было действительно 6 июня 1761 года, 140 наблюдателей по всему миру в разных странах. Николай Васильевич Ломоносов наблюдал в Петербурге. Правильно. Еще у нас 6 человек наблюдало, так сказать, несколько в Петербурге, в Селенгинске, где там, в Иркутске, вот, ну, академики местные, Санкт-Петербургские наблюдали, много людей. То есть, в России 6 человек, а всего в мире 140 астрономов. Хорошо, но верно интерпретировал Михаил Васильевич. Не совсем правильно. Значит, скажем так, основная задача для всех 140 астрономов в этот момент было измерить время прохождения по диску Солнца из разных точек Земли. Поэтому надо было действительно разослать. Разослали там и в Индию, и в Южную, в части Африки, вот, так сказать, и послали в Сибирь, вот, в Читу и так далее людей с разных точек Земли наблюдать, насколько отличаются времена прохождения, и из этого извлечь расстояние от Земли до Солнца. Вот. Это была основная задача, потому что все знали, что это связанные вещи, можно получить хороший научный результат. Михаил Васильевич отличался тем, что, судя по всему, он, прямо у него написано, что да, мои, так сказать, два коллеги Котельников и Курганов занимались именно вот этим, измерением времени. А господин коллегский советник Ломоносов занимался физическими примечаниями. То есть, в основном был на что-то другое нацелен. И что? Особенно, говорит, хотел примечать, что происходит во время захода и во время выхода Венеры с диска Солнца. И вот там-то, вот, он обнаружил совершенно нетривиальное явление. То есть, да, там моменты касаний, так сказать, они важны для своих делов, но он-то приметил что-то еще. И вот это что-то еще, с его точки зрения, являлось проявлением атмосферы Венеры. Вот. И он был не единственный из 140 человек, 6 или 7 упомянули очень сходные явления, но даже не понимали, что происходит, либо неправильно описали. Там, значит, и, ну, грубо говоря, и публикации-то не было. Например, там газетное сообщение монаха Зельбершлага, который там на юге Германии, вот, так сказать, наблюдал и увидел, вот это то, что называется у нас сейчас явление Ломоносова или пупырь Ломоносова, увидел это, вот, и сказал, ну, это, скорее всего, если это правда, писал Зельбершлаг, вот, то это, скорее всего, может быть проявлением атмосферы Венеры. И связано это с рефракцией солнечных лучей. Вот это вот занимает 6 строк. И появилось оно через 2 месяца в местной газете, вот, просто, так сказать, для общей публики. Типа, вот наш дорогой пастор, вот, смотрел и обнаружил и считает, что там может быть атмосфера Венеры. Ну, это же не научное сообщение. Вот. Так вот. Ломоносов, он, во-первых, более полно все это понимал, во-вторых, он подробнейшим образом описал, во-вторых, его описание является правильным, в-третьих, оно настолько детально, что оказывается, что 250 лет спустя, если следовать рецептуре Михаила Васильевича, ученые мира могли повторить это наблюдение. Вот этим отличается научный приоритет. Первая публикация, правильно описано, правильное истолкование, и более того, все детали технически изложены так хорошо, что их можно повторить 250 лет спустя. Вот. Но вот, тем не менее, Ломоносов наблюдал этот пупырь. Вот. Он выглядел так, что когда черный диск Венеры подходит к краю Солнца, представьте, что он так вот движется, 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 и вдруг ни с того ни с сего в том месте, где там темнота должна быть, там ничего не должно быть, там черное зияющее, тут солнце яркое-прияркое, тут черное зияющее бездна. Вот. Там ничего не должно быть, а там появляется некий, так сказать, ободок, ореол. И там, ну, или он его называет пупырь. Вот. И потом этот пупырь, так сказать, когда черный диск Венеры наезжает, он в какой-то момент лопается. Вот. Как он ее заброшил. И это, он говорит, о, как это получается атмосфера. Вот. И похоже, там атмосфера-то очень толстая. Вот. Он говорит, там многократно больше, чем та, которая обливается вокруг нашего земного шара. Вот. Ну, ответ правильный. Вот. Но, значит, еще раз говорю, что за буквально полгода до того, как это можно было проверить в 2012 году, два американских ученых, причем хорошие ученые, астрономы. Один из них там директор небольшой обсерватории. Вот. Профессор Джей Пасачев. Ну, вот буквально без всяких аргументов сказать, что это не может быть. Ну, смешно. Потом начинаешь читать, что у них там в других статьях было написано. А у них было такое, что, ну, вы понимаете, в 2006 году тоже был, так сказать, проход Венеры по диску Солнца. У нас-то были замечательные там 20-сантиметровые, так сказать, современные, так сказать, Шмидко-Сергейн телескопы. Вот. И мы с ними не обнаружили. Мы не видели никакого пупыря. Вот. А как Ломоносов со своим там маленькой трубой, все же знали примерно, какой в 18 веке эти были. Как он мог-то? Да, скорее всего, был оптический обман. Вот так. Если уж мы не могли в 21 веке. И у манов тоже оптический обман. У кого? У манов. О, да-да-да. Нет, дело в том, что про монаха-то никто не знал. Еще раз говорю, 200 с лишним лет. Это было написано во всех энциклопедиях, учебниках, что Ломоносов открыл. Вот. Монаха, в принципе, никто не знал, пока я не раскопал. Я раскопал монаха практически я. Вот. Ну, и там провел всех, кто действительно хоть что-то подобное наблюдал, там, и что они наблюдали, у кого там действительно были обманы, у кого нет. Вот. Ну, вот, действительно, вот мог ли, в принципе, наблюдать отгарку... Я прошу прощения, я уточню. Ломоносов опубликовал результаты абсолютно по всем правилам науки 18 века. Абсолютно. Нет, и по современным тоже. Абсолютно. А где была опубликована эта статья? Кстати, отдельным изданием вышло 300 экземпляров на русском языке, 300 экземпляров на немецком языке. Были рассмотрены. Во все академии наук, да? Да. И на продажу выставлены. Кстати, они все продавались. Народ сильно интересовался научными результатами. Поэтому то, что выходило из типографии Академии наук, оно шло в продажу. Более того, в тяжелые годы Ломоносову, так сказать, зарплату выдавали книгами. И если хочешь, иди продай. Вот книги шли на прекрасное, почти что золото. Так. Ну, и вопрос. Вот, соответственно, вот говорят, уважаемые ученые, столь же, даже более уважаемые, чем Стивену Сыталпу, что это, ну, реальные астрономы. Вот. Что не может быть. Ну, а другие, не менее уважаемые, понимающие дела. Ребята говорят, ну, смешно было. Ну, что, 250 лет все научное сообщество ошибалось? Ну, не может быть. Ну, соответственно, ну, что сделать? Ну, самое убедительное. Ну, взять и повторить. Вот. Ну, для того, чтобы повторить, как доказать, что мог, надо подготовиться к прохождению Венеры по диску Солнца 5 июня 2012 года. Вот. Найти телескоп, как у Ломоносова. Использовать световой фильтр, как у Ломоносова. Такой же метод наблюдения, как у Ломоносова. И желательно в нескольких местах. Потому что, знаете, все зависит от погоды. Вот поэтому, так сказать, надо подстраховаться. Да, второго шанса может не быть. Следующий шанс для нас, скажем так, если в 2012 году мы провели этот эксперимент, следующий шанс для этого эксперимента будет 2117 год. Вот. Может быть, не знаю, кто-то из нас, но я не я. Ну, вот и действительно у нас, значит, собралась коллаборация. Вот. Это сейчас ученые лига устраивает коллаборацию. Значит, одна группа в Новосибирске. Вот. Игорь Нестеренко и его коллеги. Вот. А одна группа в Канаде. Это Рэндалл Розенфельд. Это, так сказать, историк астрономического общества Канады. Корлевского астрономического общества Канады. Вот. Значит, и в разных штатах США Юрий Петрунин в Колорадо, Александр Кукарин в Калифорнии и я в Чикаго. Вот. Все постарались найти старинные телескопы, похожие на Ломоносовские, и провести наблюдение, можно ли увидеть этот пупырь или нельзя. Вот. Значит, наиболее приближенный к Ломоносовскому телескопу, который, кстати, тоже вычислили, как выглядел реальный телескоп Ломоносова, это оказалась отдельной историей. Сильно помог Юрий Петрунин. Это профессионал высочайшего класса, кстати, ленинградского происхождения. Он создал фирму, фирма работает в Колорадо, они делают телескопы. Но у него одна из самых важных и крупных коллекций старинных телескопов. Он практически знает родословный всех важных телескопов за всю историю. Ну, начиная от Галилея, окончая Ломоносовскими и остальными. Вот. Он нашел публикацию Немиро, есть такой петербургский астроном-историк, который в 1939 году видел и провел переписку старинных телескопов, оставшихся от Пулковской лаборатории, обсерватории еще, которые струбы. И провел написал вот этот вот телескоп Долонда, слово волшебное, который использовал Ломоносов при открытии атмосферы Венеры. И Немиро видел его в 1939 году и его переписал. Но в 1941-м пошла бомбардировка Петербурга, в Пулковской лаборатории вообще ничего не осталось, этих телескопов нет в живых, в принципе. Тем не менее, известный какой телескоп, и Петрунин подготовил для самого профессионального из нас, это Александра Кукарина, именно такой телескоп по славам, по почте. Это дорогущий старинный телескоп. Четыре с половиной фута. Такой. Вот. Ну, вот Александр, вот этот, с этим телескопом смотрел. Я смотрел с телескопом примерно трех футов, тоже того же мастера. Вот Render the Field, так сказать, со старыми современными телескопами. Петрунин тоже был старый телескоп, и Игорь Нестеренко тоже были старые телескопы. Вот они так выглядят, действительно старые такие монтировочки. Все апертуры у них, по сравнению с тем, которые использовали в 2006 году наши коллеги американские, у которых новые, современные, блестящие, высокоточные приборы астрономические. Это был действительно вот уровень той технологии. Вот действительно можно сомневаться. А можно ли с такими трубочками, которые там 50-60 миллиметров апертуру увидеть или нельзя? Мы же знаем, что самые хорошие телескопы, они имеют большие апертуры. Помните, там на Кавказе 6-метровые, а сейчас уже существуют 30-метровые телескопы, вот состоящие из множества разных линз. А тут 60 миллиметров. И вот взяли такие телескопы и получили с разными часами обмен. Поскольку огромное количество астрономов со всего мира, так сказать, наблюдали, оказалось, что большинство астрономов-любителей не обнаружили этого явления. Точно так же, как наши американские коллеги. И был смысл, почему. Потом-то мы разобрались, поняли, в чем дело. То, что Михаил Васильевич специально сказал битым словом, что я использовал весьма негусто копченое стекло, что в переводе на русский слабый фильтр, солнечный фильтр. А солнце это очень яркий объект. Наши глаза не приспособлены, чтобы смотреть на солнце. А теперь представьте, что у вас вместо маленького зрачка, там 3-миллиметрового или 2-миллиметрового, поступает вся энергия солнца, которая не ваш зрачок, а то, что собирает телескоп. 60 миллиметров. Это многократное увеличение мощности света. Если его напрямую запихать в глаз, то глаз сгорит. Мы, правда, не почувствуете, там нервов нет, но глаз сгорит и будет там. Даже не зайчики, это просто постоянный дэмэдж. Поэтому ставят фильтры. Самый стандартный фильтр для того, чтобы можно было спокойно, безболезненно, безбоязненно смотреть на солнце через телескоп, составляет так называемый фильтр 5.0. Это значит 5 порядков. 100 тысяч раз подавление интенсивности солнца. С ним можно смотреть до бесконечности. Хоть сколько. Прямо смотришь, и там видно солнце, оно такое белесого света и так далее. Так вот, Ломоносов весьма не густо копченое стекло. Я его лично делал, это стекло. И оно реально было весьма не густо копченое. Где-то у меня там будет дальше графичек. Вот. Где-то это стеклышко. Вот. Это действительно коптишь стекло и смотришь, густо копченое или весьма не густо копченое. В конце концов, Ломоносов сказал, что ему приходилось давать отдохновение глазу довольно-таки часто. Вот. Это значит, что глазам было некомфортно. Комфортно, да. Вот. И в этом был большой смысл. Я вот добился, чтобы моим глазам тоже было некомфортно, но чтобы зайчики пропадали в течение от 30 до 60 секунд. Ну, зайчики появляются, знаете, да, световые. Вот. Этот фильтр потом был нам измерен. Вот. Получившийся. И оказалось, что вместо 100 тысяч раз, вот, он ослаблял всего лишь в тысячу раз. То есть, он в 100 раз менее сильный, чем те, которые стандартно используются. Вот. И это оказалось было критически важным для надежного определения вот этого самого арки Ломоносова. Там действительно оказалось совершенно нетривиальное физическое явление, связанное с тем, во-первых, что происходит в атмосфере. Там происходит дифракция на апертуре. А в Западе используется термин арка Ломоносова, да? Да. Это перевод слова пупырь. Ну, да, как еще переведешь пупырь? Да, арка Ломоносова. Вот. Значит, дифракция на апертуре. Вот. Значит, рассеяние в атмосфере. Вот. И, значит, и еще физиологический отклик глаза. Вот. Я вот вам начал упоминать, что почти все отклики человеческого тела, человеческого, даже мозга, например, на славу, вот, они логарифмические. Вот. И это очень важное явление, так сказать, на осязание, на глаз и на слух. Вот. Отклик глаза на сигнал, силу сигнала тоже является логарифмическим, но в определенных пределах. И вот то, что использовал Ломоносов, это позволить увидеть слабый сигнал. Сам-то сигнал изначально физический. Он выглядит вот совершенно маленький, тоненький, слабенький. Потом он рассеивается, становится очень-очень слабым. Вот как увидеть такое слабое-слабое сияние, вот, на фоне огромного яркости солнца. Это надо поставить слабый фильтр, чтобы солнце просто было засвечено. Вот как Ломоносов об этом догадался, я не знаю. Я думаю, что это... Он, похоже, знал, что он ищет. И хорошо понимал, что там происходит. Потрясающе. С моей точки зрения, просто гениальный эксперимент. Вот. И когда мы это сделали, мы, естественно, все это опубликовали. Вот. И прошло хорошо, весело было. С кучей публикаций. Да, да. Вопросы о приоритете Михаила Васильевича закрылись. Снят, да. Абсолютно. Очень важный вопрос от гуманитария. Так. Помогите разобраться. Открывал ли Ломоносов закон сохранения массы вещества? Так сказать, да. Перестал ли ты пить коньяк по утрам? Да или нет, скажи мне, да или нет, как говорил Карлсон. В науке все немножечко более сложное. Значит, закон в этом виде действительно был сформулирован Ломоносовым. Действительно он проводил эксперименты, которые шли с его точки зрения в подтверждении этого закона. Вот. Но, как бы это сказать, полной однозначности нет, потому что, как мы сейчас представляем, уровень эксперимента в то время мог позволять другие совершенно трактовки результатов. А какие реально были результаты, вот, это еще надо, честно говоря, разбираться. Потому что в отличие от, например, реальной публикации про атмосферу Венеры, это 17 страниц. Текста с графиками, с рисунками, с результатами, с объяснениями, так сказать, и выводами, то есть, предсказаниями прочего-прочего, про закон сохранения вещества и в химических реакциях, так мы это сейчас называем, состоят только в отдельных высказываниях, в записях на выступлениях Михаила Васильевича на конференции и в письмах к Эйлеру. Вот. И есть в других статьях, но это как бы косвенно, то есть, это не было основным вопросом. Потому что реально это надо доказывать. Ломоносоведы, конечно, изначально, те, кто не разбирается, просто читают то, что написал Ломоносову и Эйлеру, я там дальше приведу, так сказать, кусочек текста. Ну, практически, так сказать, это вот формулировка закона сохранения материи и движения. Вот. Казалось бы. Но слова ничего не значат. Вот. Потому что, вот, например, если опыт Лавуази можно повторить, то вопрос повторять у Ломоносова что? Где описание эксперимента? Где описание техники использованной? Где описание результатов? И где дискуссия? Вот. Этого ничего нет. Есть некий финальный результат, который стоит во фразе. Но фраза – это не закон. Вот. Поэтому с этой точки зрения, в некотором смысле, я считаю, ну, с моей точки зрения, было бы самое лучшее, конечно же, повторить. Что же из того, что известно, можно ли это повторить? Вообще, этот метод просто замечательный. И у нас есть уникальная возможность, что до примерно начала 19 века практически все большие открытия можно повторить относительно запрос. Ну, самый известный пример – это эксперимент Галилея. Вот. Он бросал два шара одного размера, но один тяжелый деревянный, один легкий деревянный, другой тяжелый железный. И они упали с Пизанской башни. Сколько у них там высота? 56 метров. Они пролетели за примерно одно и то же время. Хотя там один неверующий поп, который внизу стоял, закричал, что нет, там типа четверть пальца была разница по прибытию, вот, так сказать. Хотя Галилея утверждал, что независимо от массы, скорость падения там с одной и той же высоты, время падения будет одним и тем же. Вот это был основной закон. То есть, это один из законов гравитации. То есть, вот, тела, разная масса и так далее. Это был эксперимент Галилея. Настолько он подействовал на... Вот это было сразу доказать. Каждый его... Ну, не каждый. При хорошем подготовке каждый может провести этот эксперимент. Вот. Более того, значит, даже когда американские астронавты высаживались, как известно, на Луне, они просто показывали этот эксперимент молоток и перо бросают. Вот. И они одновременно там воздуха нет, да, на Луне одновременно падают на поверхность стуны. Это вот, так сказать, еще одно повторождение, так сказать, результата Галилея. Но на людей так сильно действуют, что с завидной регулярностью прямо в этом городе Пиза, с этой самой Пизанской башни организуется, так сказать, целое театрализованное представление, когда один человек в форме Галилея залазит на эту башню, бросает два шара, и все остальные смотрят и опять убеждаются, что Галилей-то был прав. Ну, там есть о чем говорить, понимаете. Башня нужна, расстояние, шары какого, из чего сделаны, должны быть они разного размера, и как там измерять. Вот пример. Другой пример, менее, кстати, в обратную сторону работающих, говорящих о том, что этого не было, хотя открытие величайшее. Вот. Это электрические работы Бенджамина Франклина. Вот. Каждый американский школьник, вот, так сказать, поскольку это там записано чуть ли не в истории. Бенджамин Франклин открыл это величество. Это американский национальный миф. Значит, давайте скажем так, это даже может быть уже мировой, потому что кто является самым узнаваемым ученым за все века и среди всех народов в настоящее время? Кто этот ученый? Ответ, этот ученый Бенджамин Франклин, потому что его портрет находится на студолларовой монете. Поэтому люди его распознают, никто не знает даже, что он сделал, но знают, что это, так сказать, вот этот великий человек. Вот этот великий человек, он действительно занимался исследованием электричества. Вот. И в одной из своих ранних работ он написал простой пример, что он это электричество смог добыть из облака, что атмосферное электричество образуется в облаках, и для этого он использовал воздушный змей, веревку намоченную дождем, и ключ, привязанный к концу веревки. Когда этот змей был запущен, значит, в июне 1752 года, атмосферное электричество по влажной веревке спустилось, и ключ, который висел низко над землей, он железный, имел острый кончик, и оттуда электрический разряд пошел в землю. И вот это изображено на огромном количестве литографии, это прямо, знаете, как в христоматиях написано, что вот человек, который впервые понял природу электричества и смог его обуздать и как-то контролировать, был Бенджамин Франклин. Вот здесь он изображен в этой картинке, как он с помощью этого змея, и это описано у Франклина. Вот. Ну, значит, миф или нет? Ну, написано же в научной статье. Вот. Ну, вот, скажем, когда это, в 2008 году ученый Том Такер просто попытался это дело восстановить. То есть, все, что известно про этот эксперимент, все записи, все, так сказать, публикации и так далее, просто берешь, там было сказано, какого примерно веса, какая тряпка использовалась, какого размера, какие материалы, из чего была сделана, так сказать, деревянная основа, из чего была сделана веревочка, как ее надо было на мать. Вот. Много же практических вопросов. Конечно. Вот он занимался, 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 перепробовал все. Ответ у него был такой. He really didn't do that. Он все перепробовал. Он не смог получить этого. Вот. Все перепробовал. И поэтому, в конце концов, он, так сказать, не постеснялся. Вот так же, как Уситала пишет свое мнение. Этот человек пишет то, что он реально попробовал. Вот. И он пишет, что, судя по всему, что произошло, это, скорее всего, был the greatest hoax. То есть, грандиознейшая мистификация произошла в науке Бенджамином Франклином. Написано это в книге «Bolt of Fate». То есть, это разряд судьбы. И Франклин аккуратнейшим образом, просто потрясающе эффективно использовал вот это, так сказать, мнение о человеке, укращающем электричество, в очень важном деле установлении независимости Соединенных Штатов. Что это действительно американская нация, отдельно от англичан, имеет таких замечательных людей. И он сам был большим дипломатом. И вот этот факт, что он смог, так сказать, построить громадвод, это прекраснейшее изобретение, правильно? Его пропагандировали во Франции, ставили эксперименты. И вот этот факт, что это большой ученый, который смог из облаков взять это электричество и пустить его через ключ в землю, он прекрасно работал. Это ему было... Представьте, одно дело разговаривать с неучем, а другое дело, так сказать, на дипломатическом уровне разговаривать с великим ученым. Все разговаривали с великим ученым. Это было использовано для установления... Господи, ну, Узиталу посоветовать новую диссертацию написать. Ну, в этом смысле, Том Таккер, он уже написал. Том Таккер молодец. Он эксперимент провел. Провел, да. А Узиталу никаких экспериментов. Никаких он собрал. Никаких. Ну, слушайте, в частности, про Ломоносову очень много написано. Он же все-таки ученый. Как они проводили с Рихманом опыты? Я не предлагаю это повторять прямо у вас на Васильевском обстреле, но вы представляете, что происходило. Облака-то те же самые над вами сейчас, так сказать. Они из облаков действительно добывали электричество, смотрели, как оно отклоняется там стрелкой. Мы, конечно, не хотим, чтобы никого шаровая молния ударила. Но... Не знают. В 1853 году Георг Рихман, коллега и тоже академик с Санкт-Петербургской академии, нам личный друг, да. Проводили вместе с Ломоносовым похожие эксперименты в своих домах. Ломоносов жил в Бонован доме в начале второй линии Васильевского острова, а Рихтер на пятой линии. У каждого примерно от Кунсткамера было, у Рихмана примерно 10 минут ходьбы, у Ломоносова там 15-17 минут ходьбы. Они побежали в разные места, потому что шла большая туча. И как раз с такими вот электрометрами они работали, они пытались понять количество электричества и как оно зависит от того, где это находится туча, то есть в зависимости от расстояния. Они поняли, что электричество, даже если гром гремит там, далеко, например, в трех километрах, то электричество может находиться уже здесь. То есть связь между электричеством и громом, она не прямо локальная. То есть не все электричество находится там, где происходит гром. То есть электричество действительно распределено по большой области. Они пытались это дело понять и проводили, например, измерения количества электричества в зависимости от центра облака, что называется, далеко, близко и так далее. Это научный эксперимент. И Рихман во время этого эксперимента действительно, как мы понимаем, сейчас произошла выброс шаровой молнии. У них стоял штырь через крышу, и потом по железной проволоке все подходило к этому электрометру внутри, и он находился рядом, шаровая молния прошла, попала в лоб и вышла через башмак из него. Он погиб. Ломоносов убежал, уже там зафиксировали смерть, и он потом долго помогал семье. То, что семья осталась там, сколько у него, двое детей, без пенсии, без всего. Выбить пенсию из Шувалова, кстати, из Разумовского, из Разумовского тогда, целая история. Ломоносов сильно поучаствовал. Вот. Эксперимент с такого уровня. Я не призываю, что прямо эти конкретно натворения, но их можно проводить. Понимаете, там все описано, как они это все делали. Замерзание ртути. Вот вы подняли вопрос. Вот это в 1760 году... С академиком Брауном они делали. Да. В 1760 году была очень холодная зима. Минус 40. Вот. И ученые, еще до этого существенно, сильно сомневались, какова природа ртути. С одной стороны, это жидкость. А с другой стороны, вроде бы у нее есть металлические свойства. Самое лучшее было продемонстрировать твердое состояние ртути. Обычно она жидкая. И вот эта мысль, почему ртуть вроде как металла, а с другой стороны не металл. Почему она не твердая? Все остальные металлы. Там железо, медь и так далее. Они же твердые. Почему ртуть вроде как похожа на металл, но не является твердым, мучил людей? И в 1760 году, поскольку температура ударила такая низкая, браун сначала, в первый день, смог заморозить ртуть. Просто берешь термометр или колбочку, в которой огромное количество ртути. Ну и смотришь, в какой момент она становится, блеск пропадает. На следующий день Ломоносов тоже, он сделал примерно такой сосудик с длинным горлышком и внизу большое количество ртути. Он тоже провел эксперимент, но он пошел дальше. Он, во-первых, увидел, что ртуть действительно становится твердой. Он разбил стеклянный сосуд, в котором была ртуть и ртуть. Ртуть действительно осталась вот кусок такой ртути, реально, с тоненьким таким хвостиком от горлышка. Что эта ртуть в металлическом состоянии, так же, как и все металлы, поддается ковке. Ну, гнуть ее ковке. Это действительно металл. То есть, это основа доказательства, что это металл. Да, это металл. Еще второе – это электропроводность. Он еще сделал трубочку, которая замерзла с этой ртутью, и проверил. До того, как замерзла ртуть, она проводила электричество. И после того, как она замерзла... Это уже Ломоносов, Браун. Это уже Ломоносов, да. Браун этого не делал. Ну, и у Ломоносов, так сказать, практически на всю была теория. И, значит, он считал, что с помощью ртутьного термометра можно измерять температуру. Ну, да. Это показывает, так сказать, сжимать. Но, разбираясь с тем, что было написано, так сказать, у него было предсказание, что при полном замерзании должно происходить фазовый переход, когда шарики, ртути скатываются в такую наиболее компактную форму. Ну, представьте, шары бильярдные. Можно что-то... И при этом должно быть сокращение объема, соответственно, на 30% просто геометрических соображений. Наблюдал он 10%, что меньше, чем предсказано теории, но очень много. Реально-то мы знаем, что происходит. И в реальности, честно говоря, я до сих пор, так сказать, в недоумении, произошел простейший процесс сжимания при переходе из жидкого в твердое вещество. Ну, например, если вы возьмете свинец. Все плавили свинец или нет? Свинец при... Ну, или олова. Олова, свинец, железо. Если оно переходит из жидкого состояния в твердое, происходит такой стандартный процесс, ну, как у сушки. То есть обычно от 2,5% до 4% меняется объем. Это скачком. Просто за счет изменения кристаллической структуры. Не было кристаллической структуры, появилось. Это при литье любого металлического предмета этот эффект просто известен с древности. Все знают, что, так сказать, если ты заливаешь 1 литр, не знаю, жидкого олова, да, и оно превращается в твердое олово, у тебя там 2,5% объем сократится. Почему Ломоносов не знал этого? И, так сказать, это был простейший эффект, и он его не смог правильно описать в этой работе. Более того, вместо 2,5% он почему-то получил 10%. И он нарисовал даже график, значит, как у него там образовались полости. Вот этот вопрос... Ну, никто же не изучал это подробно. Я когда посмотрел эту работу, первый вопрос. Почему нет то, что полагается? Мы-то знаем, как ртуть у тебя все ведет. Должно быть, я же забыл, то ли 2,5%, то ли 3,7%. Но получилось существенно больше. Откуда появились эти полости? Может, у него ртуть была нечистая? Вот как такое было? То есть, вот к этой работе возникает много вопросов. Ну, да, подтверждение, что это металл очевидный. Электропроводность, ловкость и так далее. Но взять и провести этот эксперимент, я бы, так сказать, я, честно говоря, хотел бы. Надо просто найти... Ну, я просто уточняю еще вопрос задам. Несмотря на все вот эти ошибки, которые вы назвали, это же научный результат. Это научный результат, да, и он хорошо публикован. С подробным объяснением, как замораживали, куда ставили, какой размер, как он использовал топор, какой топор он использовал для... И не только Брауна здесь есть вклад, но и Ломоносов. У них публикации отдельные. У Брауна отдельные, у Ломоносова отдельные. Так что они там, в некотором смысле, описывают похожие, но разные результаты. Но приоритет в чем-то Ломоносову можно. Ну, нет, в частности, в электропроводности, это он. И более того, они оба результата докладывали. Сначала результат Брауна был послан, так сказать, опубликовался в России. Потом ослали, так сказать, это королевское общество, так сказать, это в трудах вышло. И Ломоносовская работа тоже вышла. Нет, это был некий фурор. Наконец-то европейские физики увидели, что... Ну, ученые, что ртуть-то действительно настоящий металл. Вот русские ученые, Браун и Ломоносов, вот так сказать, полностью подтвердили. Мне кажется, что... Вот, правьте меня, если я ошибаюсь. Мне кажется, что если бы больше ничего не было, было только вот это, Ломоносов уже заслужил бы... Звание невеликого, безусловно, но выдающегося, заметного ученого. Заметного, да. Ну, Браун, например, кому-нибудь известно это имя? Практически никому. Вот он был бы на уровне Брауна. А Ломоносов... Ну, я уже вам говорил, что шкала гений, гарифмическая Ломоносов на два порядка более великий ученый, чем Браун. На два... Это сто раз. А может быть, там и в триста. Вот. Вот эта разница. Но у всех гениев, так сказать, вот такие вот вещи, это интересно, на самом деле, разобраться. Вот заблуждение гения... Это Петр Леонидович Капицин говорил. Одно из интереснейших вещей – это заблуждение гений. Гений просто так не ошибаются. Вот Ломоносов, например, считал, что центр Земли, вращение Земли и гравитационный центр Земли не совпадают. И поэтому происходят приливы и отливы. Вот. И он же, например, считал, что инерционная масса не равна гравитационной массе. То есть закон Ньютона... Ньютон читал... Это одна из основанных положений гравитации. Вот. Он говорит, что масса и гравитация – это разные вещи. То есть есть инерционная масса, как ты реагируешь на ускорение, и как тебя притягивают другие тела. И это разные массы. Вопрос фундаментально глубочайший сам по себе. Они, конечно, даже не знали всех этих деталей, но Ломоносов честно считал, что Ньютон неправильно понимал гравитацию. Вот. И пытался это провести даже эксперименты с центростремительным маятником. Вот у меня тут изображен на следующем рисунке. Вот. Пытался доказать, что это неправильно. Это вот Петр Леонидович Капец называл, что это заблуждения гений. Они исключительно поучительны. Поэтому вот исключительно поучительны. Почему ртуть у Ломоносова сжалась больше, чем и полагалось сжаться? Там надо, честно говоря, разбираться. С центроскопическим маятником он в последние годы жизни шесть раз в день измерял положение этого маятника. Построил специальный маятник с очень четким хорошим подвесом. И поставил внизу маятник. Вот он так болтается сюда. Построил внизу к нему механический усилитель сигнала. То есть, это как бы делаешь две иголки, и маятник, если маятник отклоняется вот тут на один миллиметр, то из-за, так говорю, некий рычаг получается, двадцатикратно можно увеличить. То есть, один миллиметр перемещения маятника, стрелочка может переместиться на двадцать миллиметров. То есть, двадцатикратное усиление. Он сказал, о, это же прекрасный прецизионный маятник. Давайте буду исследовать действительно, как гравитация воздействует на приливы и отливы. И проводил эти исследования. И опубликовал таблицы с интерстерминированным маятником, но не объяснил, что там написано. Я взял эти таблицы. Они выглядят так вот. Это бесконечно длинные ряды каких-то цифр. И поскольку их издали, не понимая, уже после его смерти, не понимая, что это такое, они так и лежат, и никто даже не знает, что хотел Ломоносов реально этим сказать. Они опубликовались, поскольку он был большим начальником. Их опубликовали. Но я взял эти данные, обработал. И похоже, что там в шумах можно различить сигнал приливов и отливов. В Петербурге приливы и отливы очень слабые. Если в каких-нибудь там норвежских фьордах они могут достигать 3-6 метров, в зависимости от того, где ты находишься, в отношении к океану. Вызванные они притяжением Луны и Солнца. То в Петербурге, ну, вот я и бог, там 5-7-10 сантиметров, так сказать, в вашем болоте, вот эти приливчики видны. То есть, что там реально вызвало вот эти колебания, похожие на приливы у центростремительного маятника Ломоносова, одному богу известно. Честно говоря, лучше всего было бы все просто взять и повторить. Вот прямо на Васильевском острове известно, что он жил даже на Васильевском, на Большая морская 62, вот прямо в этом месте. Поставить этот маятник и посмотреть. Мы сейчас прецизионно можем измерять положение этого маятника, намного лучше, чем Ломоносов. Сделать такой же старинный маятник и посмотреть, куда это все движется. Увидим мы что-нибудь похожее на результаты Ломоносова или не увидим. Может, это просто, так сказать, там, ну, не знаю, подвес, вот просто стены вашего здания движутся, вот так сказать, неизвестно от чего. А там может быть это прилив, а может быть и нет. Вот. Да, в этом смысле нет ничего поучительного, чем заблуждение гения, вот говорил Петр Леонидович. И у Ломоносова такие эксперименты есть, которые надо внимательно разбираться. И, честно говоря, вот мы провели эксперимент по обнаружению Венеры, столько узнали для себя лично. И, во-первых, что там реально происходит. Во-вторых, гениальность Ломоносова как экспериментатора в этой работе была просто очевидным образом выявлена. Так же можно и с другими. Вот спросили про закон сохранения материи движения. Да, Роберт Бойл взял запаянный сосуд, положил туда свинец, накалил свинец в запаянном сосуде, покрылся окалиной. Он открыл этот сосуд, вытащил уже оксид свинца, плюмбум О, измерил вес. И оказалось, что вес этого образовавшегося, так сказать, окалиной свинца, больше, чем вес изначального свинца. Это значит, что-то туда вошло. Это вот они называли там теплород или что-то. Ну, Ломоносов сделал похожий эксперимент, он его описал, что он-то делал с запаянными сосудами, но он их не вскрывал. Более того, он делал их с запаянными с воздухом и без воздуха. То есть, он откачал оттуда воздух. В этом смысле он подвел термической обработки. Вроде бы флагистон-то должен залезть туда. Но измерив после охлаждения, он увидел, что в запаянном сосуде веса не прибавилось. И написал Элеру в 1960 году, что все перемены, с его точки зрения, на основании этого, в натуре случающиеся, из такого суть состояния, что сколько чего отнимется у одного, столько присовокупится к другому. Это всеобщий естественный закон, простирается и в самые правила движения. Ну, в общем, там долго рассуждал на эту тему. Звучит хорошо? Секунду. Насколько я понимаю, вот эти две вещи, они не так уж что бы между собой связаны. То есть, опыт к опытам. И о нем был отдельный отчет. А через 4 года письмо Элеру – это рассуждение на другую тему. То есть, в этом письме, насколько я помню, я его читал своими гуманитарными мозгами, Ломоносов на свой опыт-то и не ссылается. Ну, да, нет. В том смысле, он же еще и был, во-первых, он был поэт, во-вторых, философ. То, что мы называем натур философ. То есть, он отвлечен на рассуждение. Отвлечен на рассуждение о природе. Но тут у него приоритета нет. Потому, что еще Демокрит 2000 лет назад примерно то же самое говорил. В этом смысле, ну, почему приписывают Ломоносова, а не приписывают Демокрит? Ответ. Потому, что Ломоносов делал эксперимент. И вот с этим экспериментом тоже есть проблемы. Потому, что мы-то знаем, какой примерно насос вакуумный был у Ломоносова. Вот. Этот насос был не такой уж хороший. Вот. Он мог откачать примерно 95% воздуха. А 5% оставалось. Вот. И теперь, более того, когда накаливаешь, этот оставшийся воздух, так сказать, все-таки оксидизирует свинец. Поскольку откачка не идет постоянно, сосуд не идеально, так сказать, запаян. Дополнительное проникновение воздуха из-за того, что в стенках сосуда еще существует воздух. Вот. Что там было за состояние вакуума? Какое было давление вакуума в каждый момент процесса? Как это зависел результат от того, сколько ты времени занимаешься прогреванием этого свинца? Ничего этого не было сказано. То есть, там огромное количество вопросов. Вот просто как проводился этот опыт? И что в результате реально было измерено? С какой точностью? Вот. И там контроль за вакуумом, я думаю, что он просто отсутствовал. Откачали, откачали. И думали, что там полный вакуум. Но мы-то знаем, что там не полный вакуум. Значит, там есть газ. Более того, есть газ не просто, который уже там был, но который появился из стенок. И там количество технических деталей, чем дольше на этом начинаешь думать, оно больше и больше. Поэтому реально, по большому счету, надо просто взять и вот этот эксперимент просто провести. Вот взять такой же насос, как был у Ломоносова. И сделать, и посмотреть, есть закон или нет. Я хочу уточнить. Вот реальный научный результат, который был озвучен Ломоносовым, я правильно понимаю, что он заключался в опровержении тезиса Роберта Бойля о существовании теплорода? Да. Да. И это научный результат? Это научное высказывание, которое можно считать или не считать верным, в зависимости от того, веришь ли вы этим деталям, представленным вашим ученым, или не верите. Вот. Многие люди, в том числе, так сказать, и историки, которые там в советское, в сталинское время изучали, так сказать, Труда Ломоносова, написали, что у этого эксперимента есть проблемы. Вывод прекрасно понятен. Вывод вот такой. Но каким путем Ломоносов пришел к этому и нет ли логического, так сказать, или экспериментального, так сказать, ошибочности какой-то в этом, в процессе, это не подтверждено. Понятно. Это не подтверждено. В этом смысле, да, он сказал закон. Ну, я тоже могу какой-нибудь закон сказать. Но это же надо обосновать. Наука современных Галилея пошла по совершенно другому пути. Раньше требовалось просто логические доказательства, ну, как у Аристотеля. Логикой можно вывести все там, значит, и так далее. Это такое считалось. Галилея, это современный научный метод, предполагает, что есть, ну, лучше всего, теория или гипотеза. Из нее выводятся некие предсказания, чего вы ожидаете провести. Потом проводится опыт, потом получаются результаты опыта, они обсуждаются и сравниваются с этой гипотезой. Это некий процесс. Вот. И экспериментальный метод лежит в основании этого. Вот. А просто так, по-аристотелевски сказать, что, так сказать, сохраняется энергия или движение, ну-ну-ну-ну, это раньше можно было, сейчас нет. Ну, в этом смысле я бы считал, что вот таких опытов набирается, которые можно проводить там огромное количество. И многие из этих опытов, кстати, Михаил Васильевич проводил сам, проводил в лаборатории, химической лаборатории на Васильевском острове, вот это в начале второй линии. Вот. Эта лаборатория совершенно недалеко и от вас, и от кунсткамеры, отовсюду. Вот лаборатория существовала довольно-таки длительное время. Как было сказано, она была построена за государственные деньги. Честно говоря, похоже, что это первая в мире национальная лаборатория, поскольку государственный сенат. Вот. Выделил государственные деньги, а не частные деньги, и не предпринимательские, или не университетские. И по современному определению, да, это подходит под определение национальной лаборатории. У нас, так сказать, в России, так сказать, например, ну, что там, ускорительный комплекс под Серпуховым, это национальная лаборатория, большие ускорители, или в Дубне, Дубна, большие ускорители, национальные лаборатории, там государство вкладывает, так сказать, деньги в развитие фундаментальной науки. То же самое было, ну, в Америке 17 лабораторий национальных существует. То же самое было с лабораторией Ломоносова. Она просто существовала довольно-таки долго. Прежде чем в начале 19 века ее преобразовали в конце концов в жилое помещение. И во время Второй мировой войны последние остатки в верхней части лаборатории исчезли. И сейчас существует только фундамент под землей. И этот участок до сих пор не используется. И, я бы так сказал, пафосно можно сказать, что мировая общественность ждет, что когда-нибудь все-таки первая в мире национальная лаборатория, исследовательская лаборатория будет восстановлена. Ну, не знаю, когда это произойдет. Сейчас это, конечно, выглядит плоховато. Да, плоховато, честно говоря. Хотя фундамент, там все это есть. И жители мечтают о том, чтобы рядом с ними была национальная лаборатория, а не еще одна какая-нибудь либо парковка, либо отель. Да, вот я на этом хотел бы и закончить. Я думаю, что, конечно, существуют планы, но, да, хотелось бы увидеть их реализацию. Хорошо, но у меня последний вопрос. А как ваши коллеги в Соединенных Штатах Америки реагируют на всю эту деятельность? Вызывает ли это у кого-то, помимо Боба Криза, интерес? Какая реакция на вашу работу? Приглашают ли вас читать доклады о Ломоносове в другие университеты Соединенных Штатов? Вы знаете, вы задали четыре вопроса. Все ответы – да, да, да. И даже некоторые – да, с восклицательным знаком. Интерес огромный. Не знаю, но для ученых, вот так сказать, вот Пушкин говорил, что следовать за мыслями великого человека – есть наука самая занимательная, вот. И ученые очень чувствительные, вот, вот, все новое, оно рождается из ничего, вот, сам процесс рождения нового, сам по себе, ну, как идеи или эксперименты, или новые, так сказать, открытия, как они рождаются сами по себе, интересно, и там всегда происходят некоторые развилки, вот. И один из способов продвижения научного знания – это вернуться к этой развилке, посмотреть, вот, например, сейчас мы делаем, там, не знаю, изучаем экзопланеты таким-то, таким-то способом. В какой-то момент произошла развилка, стали делать, там, телескоп определенного вида. Но тогда же, в тот момент, ну, скажем, 60 лет назад, были другие варианты. Они как-то отпали по каким-то причинам. И сейчас вот существует только один мейнстримный вариант, как эти экзопланеты исследовать. Ну, можно продолжать вместе со всеми, там, 5000 ученых, так сказать, они движутся в этом направлении, так сказать, огромная толпа. Вот, но если хочешь найти новое, то надо всегда смотреть дополнительные какие-то необычные варианты. И вот вернуться в старое и посмотреть, что происходило тогда, какие были варианты. Вот Петр Леонидович все-таки молодец, капец. Заблуждения гения, они исключительно поучительны. Это значит, что кто-то рассматривал альтернативные варианты, даже если эти варианты провалились. Вот, это... Но это дело... Конечно, стало понятно, что... Но это были результаты размышления гениев, действительно, людей, которые глубоко понимали. В этом что-то есть. То есть, там есть возможность искать. Вот, например, я упомянул вопрос, что Ломоносов, так сказать, не верил в теорию гравитации Ньютона. Вот, что там инерционная масса равна гравитационной. Вот, честно говоря, вопрос... Ну, мы-то знаем, что у нас сейчас с экспериментальной точностью нам доступны, они равны. Вот. Но вопрос нетривиальный. Это фундаментальнейший вопрос. Его просто Ломоносов задал на каком-то совершенно простецком уровне, на механике, там, 18 века. Но если на уровне современной, так сказать, теории частиц, теории образования Вселенной, расширения Вселенной, может быть, это связано с этой самой темной энергией или темной материей, которую мы сейчас используем для того, чтобы как-то обозвать непонимаемые нами явления. Я не знаю. Но ситуация состоит в том, что во многих... В истории науки есть вещи, которые как-то образовалось некое основное движение, и все перпендикулярные отросточки как бы забыты. А там, может быть, что-то и есть. Потому что сейчас основное движение движется, 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 опять застопорилось. Во многих науках так это постоянно наблюдается. Бурный рассвет, потом раз, все стопорится. И вот к Ломоносову можно возвращаться, можно другим ученым тоже возвращаться. Это всегда интересно. Поэтому ученые внимательно смотрят. Меня, я и Боб Крестов, я не знаю, сколько мы проводили семинаров по Ломоносову, и в Европе, но в России многократно, в Америке в разных штатах, в разных университетах, в национальных лабораториях. Юбилейный, не юбилейный, просто так сказать... Вот, например, очень интересует людей тема... Вот две темы на выход на современность. Почему людей интересует Ломоносов? В частности, атмосфера Венеры. Первое. Одна из важнейших проблем сейчас в науке – неповторяемость результата. То есть, даже если вы берете результат, опубликованный в журнале высочайшего уровня, ну, какой-нибудь там, не знаю, Science или Nature, вот, то с вероятностью, ну, от 15, скажем так, до 20 процентов этот результат может быть невоспроизводим. Даже иногда даже той же самой группой, которая этот результат получила. Они говорили о том, чтобы другими методами другая группа подтвердила этот результат. И, ну, понимаете, честно говоря, нехорошо, потому что люди вкладывают там, государство и люди вкладывают там деньги, усилия, время. Вот. Считалось, что вроде как это утвержденный факт. Вот. Оказалось, что это не работает. Вот. И история Ломоносова о том, что на основании... Вот как была хорошо написана работа про открытие атмосферы Венеры, что прошло 250 лет. Люди, которые прочитали и поняли, что в этой статье написано, взяли и воспроизвели этот эксперимент и получили такой же результат со старинными телескопами. Вот эти пять человек, которые, так сказать, во всем мире. Ну, это потрясающий факт. Вот так и должна работать наука. То есть, это действительно подтверждение. Вот. Современная наука – это одна из основных, так сказать, ну, очень сильных проблем. Вот. Вот это людей очень волнует сейчас. Поэтому с удовольствием слушают рассказы о том, что, да, подтверждаемость в науке – это очень важно. И даже старинные подтверждения очень важны. А второй выход на современность, например, по атмосферу Венеры, стоит в том, что очень популярность сейчас стала в связи с развитием астрономии в космосе, вот, и наземной астрономии стали открывать эти планеты, которые существуют вокруг других звезд. Их называют экзопланеты. Их уже там четыре или пять тысяч понаоткрывали. Вот. Так вот, метод Ломоносова состоял в том, что если наблюдать прохождение этих планет, ну, в нашем случае по диску Солнца, вот, но когда эти планеты проходят перед нами, между нами и звездой, и особенно в момент выхода, когда они уходят со звезды, они шкодятся вокруг звезд, вот, изменение спектрального состава света от звезды, связанным с тем, что небольшая планетка проходит то туда, то сюда, то выходит, то уходит, вот, их можно зафиксировать, и на основании этого, поскольку точность измерения сейчас бешеная, вот, можно определить, из чего состоит атмосфера этой планеты, не только массу, размер, так сказать, и прочее, такая атмосфера, если там вода, если там углекислый газ, кислород, другие газы, которые, их можно просто увидеть. Ну, и некоторые планеты, оказывается, что они, ну, чуть ли не обитаем, ну, не то, что обитаем, способность для, близки к нашим, вот, это вообще потрясающий результат. И это очень бурно развивающаяся область астрономии, вот, ну, и, естественно... В истоке этих исследований стоял Ломоносов. Вот этот метод, который использовал Ломоносов, он прямо напрямую сейчас используется, просто на совершенно другом уровне, на высочайшем, там, многократно, так сказать, превзошедшем, но, там, логический смысл тот же самый, то есть, во время, так сказать, входов и выходов можно смотреть планеты, можно смотреть какие-то изменения, и эти изменения говорят о том, либо, там, Ломоносов увидел атмосферу, а можно сейчас увидеть даже, из чего состоит эта атмосфера. И причем не рядом, не на Венере, а столько, там, миллионов лет, так сказать, световых лет от нас. Это вообще потрясающе. Вот этот вот прямой выход совершенно старинной истории на современность. Это повторяемость науки, вот, и, так сказать, определение, так сказать, планет, пригодных для жизни. Вот, ну, я считаю, что оба, оба, очень интересные темы. Вот, вот, такая связь, вот. И людям это интересно, люди с удовольствием это слушают. Вот, а тем более еще рассказываешь, для большинства, как я уже сказал, после советского периода, так сказать, там, российский период, так сказать, науки России, совершенно неизвестный, и все русские имена науки так сильно подсаживаются, вот. Ну, кроме тех ближайших, которые известны, например, там, Ландалу знают все. Вот, он совершенно недавно еще жил, и люди еще помнят, там, и учебниками пользуются. Вот. А Менделеев вспоминают по большим праздникам. Вот. А уж кто такой Ломоносов? Вот. Когда я проводил первый семинар, вот, большой, так сказать, территория, собралось 200 человек, вот, в нашей лаборатории, вот, так сказать, я рассказывал про Ломоносова. Ну, знал простой вопрос. Вот, там сидят 200 человек. Пожалуйста, те из вас, кто, так сказать, не знает русской истории и русского языка, не поднимайте руки, а из остальных поднимите руки те, кто слышал или видел слово Ломоносов. Вот. Поднялась одна рука. Это среди интеллигентных, образованных людей, знающих прекрасно физику. Вот. Я говорю, ну, Билл, что ты знаешь о Ломоносове? Он говорит, я ничего не знаю о Ломоносове. Вот. Единственное, что, когда я был маленьким... Университет имени Ломоносова в Москве. Нет. Нет. Даже это, вот. Значит, он говорит, ничего не знаю, но вот, когда я был маленьким, на стене моего отца висела огромная золотая медаль, и на ней было написано английским буквами Ломоносов. Это очень длинное слово с четырьмя буквами О. Я ходил маленький, все время смотрел и думал, что же это такое? Кто это такое? Может, это явление какое-нибудь или что такое? И с тех пор я его запомнил, но не знаю, что это такое. Вот. Я говорю, вот видишь, Билл, как хорошо, что у тебя отец был Нобелевским лауреатом, вот. Его отец был Бордин, вот, он теоретик, вот, и получил большую золотую медаль Ломоносова от Советской Академии Наук СССР. Эта большая медаль действительно была самая большая среди всех медали, она была такого размера, висела у него на стене. А маленький сын его, который сейчас уже пенсионер, вот, с тех еще пор помнил, вот, что такое что-то очень важное, раз его отец имел такую большую медаль на стене. Вот. Вот на каком уровне люди, ну, не знали ничего. Ну, а потом я сказал следующий вопрос. Из тех, кто, так сказать, там, ну, знает русскую или советскую историю, науки, поднимите руки те, кто, кто, ну, сколько вас? Ну, там, человек 40 поднял его руку, вот. Кто из вас ничего не знает про Ломоносова? Нет таких людей. То есть, все люди с бэкграундом, с опытом жизни, там, знанием Советского Союза, России и так далее, вот, все знают, кто такое Ломоносов, а тут же вот совершенно, там, большая часть аудитории американцев вообще ничего не знает. Ну, вот, естественно, так сказать, стыдно, поэтому люди внимательно выслушали, что же там происходит, и все удивлялись. Ну, надо же, а мы ничего и не знали. Вот. Так и живем потихонечку. А есть Соединенные Штаты, там памятники Бюста и Ломоносова? Нет, Пушкину есть, Ломоносова нету. Пушкину я знаю. Ну, Пушкина-то немножко другое. Но будем стараться максимально популяризировать. Одно время и у нас в России на самом деле господствовал определенный нигилизм по отношению к Михаилу Васильевичу, там выходили какие-то псевдонаучные и тем более публицистические статьи о том, что он ничего не открыл, ничего не сделал, дутая величина, фейковая фигура. Честно говоря, стыдно, неловко, но самое главное, что истине не соответствует. Да, правда прорастает. И, честно говоря, смотришь, оглядываешься в прошлое, большущую роль внесла Академия наук СССР, в частности, Сергей Иванович Вавилов. Он сам был по себе выдающийся ученый, ну, мало того, что организатор и президент Академии наук, но он глубоко копал в исторических, так сказать, делах, связанных в частности, так сказать, с Ломоносовым, с оптикой, он сам был оптиком, вот, и с Ломоносовым огромное сделало. И вот это полное собрание сечения Ломоносова, которое было создано по его инициативе, и музей Ломоносова, который у нас сейчас в Куинскамере, это все он. Ты просто читаешь эти статьи и комментарии к первому собранию сочинения Ломоносова, ну, диву даешься. Настолько профессионально, глубоко. И вот если комментируются, так сказать, труды по физике, ну, видно, что это комментирует физик. Вот. Если там труды по астрономии, астрономии, по геологии, геолог, вот, и это, ну, просто, просто приятно смотреть. Качественно сделано историческое, научно-историческое исследование. Сейчас такого третишь нечасто. Вот. Вот я говорю, восхищаюсь нашими предками, которые буквально 80 лет назад такую грандиозную работу проделали. Спасибо, Владимир Дмитриевич. Дорогие друзья, мне кажется, очень интересно. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на все наши каналы во всех социальных сетях, не исключая замедленного YouTube. С большим удовольствием будем работать для вас дальше. Ну, а на сегодня все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok